Мир встретил пятилетие финансового кризиса в тревоге, экономический рост замедляется, но абсурдность ситуации заключается в том, что страдают в большей степени не виновники кризиса, а развивающиеся рынки. При этом в США, где и случилось банкротство Лемон Бразерс и крах ипотечного рынка, больше говорят об успехах, о возможности выбраться из долговой ямы. Там не любят слово «кризис». Мы видим, как стремительно растут фондовые индексы, порой на хорошей статистике США, но тут есть опасность появления нового пузыря, об этом говорят в последнее время. Так как же мы прожили эти последние пять лет, усвоили урок или нет, что будет завтра? Здравствуйте, в эфире программа «Абсурды» в студии Александр Векер. У нас сегодня в гостях доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Здравствуйте, Олег. Добрый день. И руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Клоташов. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Мы призываем и вас, господа слушатели, принять активное участие в дискуссии по телефону 65 10 99 6, код города 495. Ну а как вы пережили финансовый кризис, господа слушатели, и переживаете его сейчас? Есть ли проблемы, например, с работой? Что у вас с доходом? Как выживаете? Либо пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Абсурды». Сегодня у нас будут прямые включения из Соединенных Штатов Америки и Германии. Мы должны получить полную картину происходящего. Также попытаемся проанализировать с помощью наших гостей причины. Это уже проще, кстати, сделать, поскольку времени прошло достаточно много. И понять, кто виноват. Напомню, в 2008 году случилось банкротство века. Крупнейший банк в США, Лемон Бразерс, ушел с рынка. Что это за банк такой? Об этом в нашей справке. По данным информационных агентств, Лемон Бразерс Холдинг – американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году в Монгомере, штат Алабама, выходцами из Баварии – Генри, Эммануэлем и Майером Лемонами. Штаб-квартира – в Нью-Йорке. Банк успешно пережил последствия Великой депрессии 30-х годов, а до этого банкротство в железнодорожных компаниях в США в начале 19 века и падение Long Term Capital Management десятилетия назад. В начале 21 века финансового гиганта сгубил ипотечный кризис. Пять лет назад Лемон Бразерс Холдинг обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом и защите от кредитов. Суммарный объем обязательств Лемон Бразерс достиг 613 миллиардов долларов. В 2012 году Лемон Бразерс начал отдавать долги. На данный момент кредиторы уже получили около 50 миллиардов долларов. В общей же сумме эти выплаты могут достигнуть целых 80 миллиардов долларов. По данным из других источников. Генри Форд заметил, что финансовый кризис – это время, когда богатые отнимают у бедных и общество накопление, созданное за период расцвета и экономического роста. Это, похоже, истинно не стареет. Кризис с 2008-2009 годов проявил абсурдность современной капиталистической системы, которая воспроизводит с энергией, достойной лучшего применения, все несущие конструкции, приведшие ее к рецессии. Единственной реакцией на происходящее со стороны правительства, за исключением китайского, стало решение спасать банковскую систему и финансовый сектор, ответственные за наступивший коллапс. Так почему же страдают невиновные? Вот об этом и сейчас спросим наших гостей. Олег, как вы думаете, почему страдают невиновные? Жеглов в свое время говорил, если я приведу классический пример, что наказания без вины не бывает. Видимо, невиновные тоже где-то иной раз оказываются виновны. В том, что слишком доверчивы, в том, что делают что-то не то, по сравнению с тем, что могли бы в принципе делать. И в том, что не так голосуют иной раз, если речь идет о широком круге невиновных. Вы понимаете, что... Голосуют за кого? Не за того, за кого надо бы голосовать. А, вы имеете в виду политический аспект проблемы? Политический аспект в том числе проблемы, да, потому что очень многое в этом кризисе было связано не чисто с экономикой, а на стыке экономики и политики. И чем больше дальше отходит от нас кризис, тем очевиднее становятся связи между политическими и экономическими аспектами этого кризиса. Василий, а вы что думаете? Я думаю, что невиновные страдают по той простой причине, что, с одной стороны, это способ развития экономического кризиса, а с другой стороны, если мы говорим о сегодняшнем моменте, это способ... То есть мы не ищем легких путей, вы считаете? Нет, я не думаю, что просто тех, кто невиновен, вообще спрашивают. Да, они ошибаются в силу того, что они не могут предсказывать развитие событий, и самое главное, они беззащитны в политическом смысле, поэтому как они голосуют зачастую не очень важно, потому что в Европе кризис либеральной демократии в том и выразился, что люди голосуют сперва за, там, умеренно какие-то демократические партии, потом за социалистов, а в итоге все эти партии проводят одну и ту же политику, они просто изымают средства у населения. И это, собственно, та самая политика жесткой экономии, которая сегодня проводится в Европе, и отчасти, если мы возьмем штаты американские, то и в Соединенных Штатах в немалой мере, это политика борьбы с экономическим кризисом. И именно поэтому сейчас в Соединенных Штатах какая-то стабилизация, да, вот происходит, а в то же время остальные рынки испытывают проблемы, и есть серьезная нервозность насчет перспектив и фондового рынка, и сырьевых рынков, и в целом товарных рынков, просто потому, что борьба с кризисом в Соединенных Штатах происходит таким образом, что спрос в значительной мере уничтожается, внутренний спрос, но в то же время происходит вытеснение импорта и, наоборот, экспортное наступление. И это, конечно, совершенно новая ситуация, не похожая на то, что было в 2008 году, и поэтому мы говорим, что, можно сказать, что... Олег, но зачем мы спасали в 2008 году финансовую систему? Мы или мир в целом? Ну и мир в целом, потому что есть мнение, что не надо было этого делать. Лучше дождаться времени, когда выжил бы сильнейший. Знаете, это дискуссионный вопрос, и на самом деле очень сложно даже в экономике принимать такого рода решения, вот задним умом все мы крепки, а надо было поступить так, надо было поступить иначе. Но вот единственный факт, что банкротство не самого крупного, не самого мощного финансового института, которое единственное, строго говоря, в Соединенных Штатах было разрешено обанкротиться, это было решение весьма субъективное, и что выбран был именно этот институт, я не хочу сейчас комментировать на тему субъективности этого принятого решения, но вот даже это решение привело к тому, к последствиям катастрофическим просто. И сейчас задним умом все начинают думать, а может стоило спасти Лимон Бразеса, тогда и мир в целом, и вот те самые невиновные обошлись бы гораздо меньшими издержками. Ну да, там Сенат просто Соединенных Штатов Америки не дал добро на то, чтобы спасли Лимон Бразеса. То есть было принято решение о показательном наказании одной из коммерческих структур, вот идеологически правильно это решение оказалось столь катастрофично по своим последствиям, и этого действительно никто не ожидал. Знаете, Олег, я хочу возразить, я думаю, что решение было не просто идеологически правильным, оно было правильно в значительной мере с точки зрения экономики. Да, я объясню почему. Вот мы говорим о банкротстве Лимон Бразес, а в действительности вот в Европе, например, таких банкротств не произошло, и мы видим принципиальное отличие по итогам этих пяти лет ситуации в США и Евросоюзе. Совершенно отлично. В США был определенный испуг, и финансовый капитал сделал некоторые выводы, он, ну, можно сказать, пошел на некоторые уступки промышленному капиталу в США, и экономическая политика была скорректирована, в Европе она в таком виде не скорректирована, и поэтому сейчас в Европе, ну, даже в так называемой зеленой зоне, то есть Германия, Австрия, Чехия и Польша, да, и то там проблемы будут увеличиваться, а Соединенные Штаты, напротив, они демонстрируют некоторую позитивную динамику, пусть даже на фоне достаточно сильно провалившегося и не вырывшегося, в общем, внутреннего рынка. Ну, я не вижу здесь, честно говоря, сделки между промышленным и финансовым капиталом, потому что, ну, что такое Лимон Брасс? Это организация, которая, собственно говоря, с промышленностью, если имела отношение, то весьма и весьма опосредованная. Тут речь, скорее, шла об интересах широкого круга, в том числе и действительно невиновных, инвесторов финансовой индустрии в целом, и интересах конкретного финансового института, в том числе и его владельцев. И действительно, было принято очень жестко и правильно, действительно, наверное, с точки зрения экономической идеологии решения, но вот, увы. Мы продолжим говорить об этом через несколько минут. Пять лет мировому финансовому кризису, уроки и прогнозы. Такова наша сегодняшняя тема. У нас в гостях доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемешев и руководитель Центра экономических исследований института глобализации и социальных движений Василий Калташов. Ну, а теперь об Соединенных Штатах Америки. Давайте все-таки посмотрим, что из себя представляет экономика Соединенных Штатах Америки. Об этом в нашей справке. По данным информационных агентств и Бюро по статистике США, экономика Америки – это крупнейшая экономика мира, составляющая не менее четверти мирового ВВП с конца Второй мировой войны. Экономика США является одной из наиболее дифферсифицированных национальных экономик мира и удерживает лидерство в мировой экономике последние сто лет. Однако с начала 2000-х годов вследствие ускорившейся глобализации и роста развивающихся стран ее влияние в мировой экономике снижается. ВВП страны за прошлый год составил 15,8 триллиона долларов. Большая часть американского ВВП создается в отраслях сферы услуг. Прежде всего это образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные и личные услуги, транспорт и связь, а также услуги государственных учреждений. В 2006 году в США начался ипотечный кризис, однако серьезные последствия выявились лишь в 2007 году. Главной его причиной стал рост невозвратов жилищных кредитов неблагонадежными заемщиками. Ипотечный кризис стал началом общемирового кризиса 2008 года. Это послужило толчком для глобального спада мировых рынков. Тем не менее США обладают очень развитым финансовым сектором экономики. По версии Всемирной Федерации бирж, общий объем торгуемых финансовых инструментов только за 2010 год на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ составил 18 триллионов и 13 триллионов долларов соответственно. Это является наибольшим показателем среди всех финансовых центров мира. И к нам присоединяется из Нью-Йорка журналист Роман Мамонов. Роман, здравствуйте. Доброго дня, коллеги. Ну, у вас раннее-раннее утро, поэтому не будем вас долго задерживать. И я прошу наших гостей, Олега и Василия, также присоединиться к разговору. То есть Роман непосредственно находится в гуще событий. И я бы хотел понять, Роман, вот как вы поживаете, как переживаете этот кризис в двух словах? Ну, здесь тоже, в общем, все подводят итоги этого пятилетия, прожившего с момента кризиса 2008 года. По-разному, в общем, таким будет ответ. Уолл-стрит, по моим ощущениям, абсолютно восстановился. Здесь, конечно, вообще до сих пор вспоминают определенные потрясения. Основные какие-то изменения, произошедшие в финансовом секторе, оказались очень во многом регулирование всех, прозрачности и тому подобное. Но в смысле денег, такое ощущение, что вот... Денег достаточно. Их напечатали в большом количестве. Да, да. И продолжают печатать. Это вопрос про печатание. Другой вопрос. Я говорю скорее про доходы людей. Что касается простых американцев, которых я знаю, то в плане финансовой, например, грамотности очень многих стало лучше. В плане финансовой дисциплины уж точно. Потому что я знаю людей, у которых было по 9 кредиток. Я знаю людей, у которых была масса абсолютно долгов. И все как-то так попродержались. Сейчас у людей там по 2, ну максимум по 3 кредитки. Одна из которых лежит на черный день. Плюс, конечно, уже нет вот этой гонки с кредитами и с недвижимостью. Когда у людей перезаложены, куплены 3 дома, перезаложены, и они сдают. И после этого живут еще в отдельном каком-то своем домике. Но проблема с безработицей, например, Роман, осталась. Банкротства продолжаются. И вообще, насколько я знаю, то сейчас США на пороге очередного увеличения госдолга. Да, безусловно. Сейчас они опять суждают по поводу увеличения этого госдолга. Все очередные баталии. Но, что ли сказать о банкротстве? Это один из самых популярных видов рекламы. Адвокаты, которые специализируются в банкротстве и финансовом оздоровлении. И вообще, в принципе, консультанты, которые помогают в этой сфере. Это одна из самых перспективных профессий и одна из самых востребованных профессий. Понятно. То есть, можно сказать, что американцы, которые пережили финансовый кризис, это не первый. И у меня такое впечатление, что не последний финансовый кризис. Они задумываются о вообще изменении финансовой системы. Давайте не будем забывать об изменениях, которые произвел Обама в финансовой системе. Кроме того, если мы будем говорить о финансовой грамотности, то сейчас огромные деньги вкладываются. И существует отдельное агентство, которое этим занимается, финансовая грамотность. Население, которое объясняет, что, ребята, игрная биржа – это вам не поле чудес в стране дураков. Что вы должны понимать, какие риски это несет. Все банки подчеркивают, что они являются участниками системы федерального страхования вкладов. Кроме того, вспомним, что очень сильно изменены протоколы работы банков с финансовыми инструментами. Особенно, не дай бог, где-то там участвуют какие-нибудь деньги фондов пенсионных. Последняя информация о том, что JP Morgan готов заплатить 11 миллиардов долларов за то, что врал по поводу состояния оценки ипотечных бумаг. В этом смысле показывает, насколько банкиры осторожны сейчас. Сейчас вам любой банк, если вы придете за кредитом, предоставит типу документов, просто те, которых они обязаны предъявить. Это как российский аналог эффективной ставки, но здесь этих документов еще больше. Они вам все крупным шрифтом, никакого мелкого шрифта. Это с точки зрения финансовой грамотности обычных людей. Что касается инвестиционных продуктов, то тут тоже нам очень подробно все объясняют. Каждый раз, если вы вдруг поинтересуетесь в банке тем, что вы хотите пенсионные накопления или что-то связанное с биржей, вам будут час объяснять и потом попросить подписать, чтобы вы все знаете. Не дай бог у вас будет какой-то вопрос. Вас еще отправят на дополнительные какие-нибудь курсы. Так что здесь вот в плане финансовой грамотности подготовки людей вкладываются. Но я должен сказать, что это, конечно, Нью-Йорк. Ну понятно, да. Это то, что я здесь. Ну у наших гостей тоже к вам есть вопрос. Василий, вы хотите спросить? Роман, вы знаете, у меня достаточно простой вопрос. Есть ли ощущение, что количество американских товаров, произведенных в США, увеличивается на прилавках магазинов? И есть какое-то вытеснение с их стороны товаров импортированных? Честно говоря, нет. Я вот не замечаю за собой, чтобы в магазине я видел намного больше товаров с флейбом сделанных в Америке. Другой вопрос, что здесь появился этот тренд, что ли, заявлять о том, что производится что-то в Америке, и очень активно это промотировать. Я в этом смысле, знаете, периодически вспоминаю эти программы в Москве, типа, покупая российские, с рекламой какой-то дурацкой, абсолютно висевшей напротив Ашана. Безусловно, знаете, здесь это такая большая новость каждый раз. Вот там Apple начал собирать компьютеры в Америке. Окей, можно подумать, кто-то из сотрудников, из покупателей Apple смотрит, где собираются эти вещи. Другой вопрос, что вот именно, еще раз повторюсь, промотирование того, что вот какой-то конкретный товар собран в Америке, или в Нью-Йорке, например, крайне популярная вещь, что вот какой-то товар производится именно в Нью-Йорке. И вот власти делают все, чтобы вернуть кого-то там обратно из Китая в Америку. Но вот какого-то массового движения нет, слушайте, когда все в любом случае гонятся за ценами. Понятно. Спасибо. Это был Роман Мамонов из Нью-Йорка. Но я бы хотел понять, все-таки, вот этот законодатель финансовой моды, Нью-Йорк, да, финансовый центр Соединенных Штатов Америки. Экономический мировой порядок, как долго они будут удерживать вот эту пальму первенства или нет, Олег? Очень долго. Пока существует их преимущество, мы можем... Преимущество в чем? Резервная валюта. Резервная валюта. Эта резервная валюта имитируется в Соединенных Штатах Америки. Это та единица измерения всего, которая сегодня принята в мире. Нам это может нравиться, может не нравиться. Но сегодня эта единица имитируется в Нью-Йорке. Ставка кредита, цена ставки кредита по ней определяется в Нью-Йорке. И деньги, которые у нас резервы, они тоже направляются туда же, в том же самом направлении. Вот, собственно, там причины, по которой и финансовые рынки тоже центруются там, и что там не говори. Василий, я так понимаю, не согласен. Нет, я несколько по-другому смотрю на эту ситуацию. Я думаю, что этот кризис, который не закончился, у нас просто в России была передышка определенная, которая в 2 месяцев не была. По большому счету сейчас ситуация гораздо хуже в России, чем была. Продолжается, да, то есть ситуация ухудшается. И дело в том, что этот кризис дает возможность изменить, очень много изменить, изменить, в частности, через экономическую политику. Вот недавно состоялся саммит, который очень важен, саммит большой двадцатки в Петербурге. И там правительства договорились проводить политику бережливости, политику жесткой экономии. Это означает, что, в общем-то, сжатие мировой торговли будет этим обеспечено. Потому что, судя по Европе, где эта политика отработана, и особенно хорошо отработана в южной части, будет снижаться спрос. Это означает, что, в общем-то, ситуация будет осложняться, и будут социально-политические кризисы. Да нет, там не было-то, Василий, там не было такого. Давайте будем справедливы, такого решения не принималось. Ну, не решения, но, по крайней мере, такие рекомендации давались. Рекомендации, а дежатой дисциплины. Ну, далеко не все мы, не вся. Ну, господа, мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут. 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Абсурды». Сегодня тема «5 лет мировому финансовому кризису, уроки и прогнозы». Василий, вы не закончили свою мысль. Да, вот я не случайно задал вопрос по поводу того, как в США сейчас воспринимается внутреннее производство, спрос, американские товары. Дело в том, что наряду с саммитом проходил контр-саммит в Санкт-Петербурге, крупное международное экспертное мероприятие, организованное международной инициативой постглобализации. И там вопрос ставился совершенно иначе, о том, что не нужно экономить, что жесткая экономия вредна и разрушительна. И необходимо, наоборот, менять политику, развивать внутренний спрос, вводить протекционизм, выстраивать крупные интегрированные рынки. То есть, в значительной мере копировать то, что Америка делала на протяжении первой части своей истории. То есть, создавать большие рынки, конкурировать в рамках больших рынков. Не открываться никакой свободной торговли в этом смысле. И, конечно, в силу того, что США выходят из кризиса очень своеобразным образом, за счет экспорта, ломая старые торговые связи, мы это хорошо видим по ценам. Например, посланцевой революции, где они просто торпедировали весь рынок углеводородов мировой. Вот это будет так или иначе побуждать страны БРИК в первую очередь. Не знаю насчет Китая, но Россию, Бразилию, Индию точно. Менять экономическую политику, конструировать крупные рынки. Вообще-то говоря, мы частично уже это видим на примере таможенного союза. Хотя здесь все выходит совсем нехорошо пока. Но, тем не менее, перспектива есть. Давайте посмотрим еще на один рынок. Это европейский, который переживал последние пять лет горячую пору. Если вспомнить Грецию, Кипр и так далее. Наша справка. Экономика Европейского Союза, по данным Международного валютного фонда, производит ВВП на сумму свыше 12 триллионов евро. Европейский Союз представляет собой общий рынок и самостоятельно участвует во всемирной торговой организации под наименованием Европейские сообщества. Официальной валютой Европейского Союза является евро, которая используется во всех документах и актах. В Пакте о стабильности и росте изложены налоговые критерии для поддержания стабильности экономического сближения. Евро также является наиболее используемой валютой в странах ЕС. Официально она закреплена в 17 государствах-членах, известных как Еврозона. Экономическая эффективность Евросоюза варьируется от государства к государству. Пакт о стабильности и росте регулирует финансово-бюджетную политику с Европейским Союзом. Он имеет влияние на все государства-члены. Правила предусматривают, что дефицит бюджета каждого государства не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг не должен превышать 60% от ВВП. Тем не менее, многие крупные участники рассчитывают свой бюджет с дефицитом, значительно превышающим 3%, а страны Еврозоны в целом имеют долг, превышающий 60%. Доля ЕС в мировом валютном продукте стабильно составляет примерно 1,5 часть. Темпы роста ВВП в настоящее время значительно упали во Франции, Италии и Португалии. Олег, вот то, что происходило в Европе и происходит сейчас, это уже тоже стабилизация или нет? Хотелось бы верить, что это стабилизация, но похоже, что слишком много болячек осталось после кризиса 2008 года. Это и состояние банковского сектора, и бюджеты, обремененные излишними долгами, речь идет, прежде всего, о периферийных странах, как было совершенно правильно сказано. Южных, в основном, да. И о дисбалансах внутри самого Евросоюза, я имею в виду, относительно продолжающий динамичный рост и экспортно ориентированную Германию, и страны, характеризующиеся большим дефицитом текущего счета, такие как те самые южные страны. В рамках одной валютной зоны исправить это просто, к сожалению, не получается. Нужны болезненные долгие структурные реформы, и Евросоюзу придется их осуществлять. Но распада не будет, да, Василий? Я думаю, будет распад Европейского Союза. Будет? Почему? Я думаю, что Европейский Союз... Ну, по-моему, уже ушли от этой темы. Нет, дело в том, что картина европейского кризиса выглядит несколько иначе. С одной стороны, я бы выделил, что финансовый сектор Севера достаточно стабилен, потому что как раз идет подпитка его за счет средств юга, и поддерживается, в общем-то, и промышленность Севера, немецкая промышленность. И не немец кормит, там, ленивых, как они говорят, ленивых испанцев, ленивых греков, наоборот, все ровным счетом, наоборот, идет перекачка ресурсов с юга на север. Система Евросоюза изначально дискриминирована, очень дискриминационно, очень сегрегационно, и вот как раз финансовый капитал там господствует и определяет всю политику. Ну, в частности, там губится и сельское хозяйство в странах юга, и промышленность, значительная часть ее тоже разрушена, в том числе разрушается и малые семейные предприятия, например, в Италии. То есть это все делается, в значительной мере, для поддержки Севера, но Север, вот он без Франции, да, потому что Франция уже достаточно сильно в кризисе. У меня совершенно другое представление, Олег, а у вас? У меня тоже совершенно другое представление. Честно, вот у меня... Ну, я там жил. Я там жил, да. Я тоже там бывал, но не жил. Я вкусил прелесть этого, да, достаточно хорошо. Да нет, конечно, я думаю, что и распада Евросоюза не будет, Евросоюз как такое консенсусное общество. Мне кажется, там закачивали столько уже ресурсов. И проблемы, безусловно, есть эти проблемы в жутких дисбалансах между Севером и Югом, которые продолжают действительно сохраняться, но то, что Север насильственно выкачивает какие-то ресурсы, или что финансовый капитал там злонравный что-то хочет сделать и выкачать несчастных южан. Нет, ничего такого, естественно, не происходит. Я думаю, что наоборот бы Север с удовольствием отключился бы. Олег, вот южане бы сказали, что происходит. Ну, южане, естественно, они об этом и говорят. Они об этом и говорят. Ведь, собственно, все существование Европы как экономического механизма, оно во многом, даже до образования Евросоюза, было примерно таким, что вот был такой монолит, экономический монолит Большой Германии, действительно двигатель европейской экономики. А все остальные страны, он и сейчас есть относительно эффективно с точки зрения международной конкурентоспособности. А все остальные вот периодически подлаживались под Германию, там, продавая что-то в Германию или девальвируя свою валюту специально, чтобы вернуться на уровень конкурентоспособности с Германией. Потом опять потихонечку так вот расслаблялись и поднимались опять до германского уровня. Сейчас я не хочу вдаваться в дискуссию, кто кого кормит. Мне все-таки кажется, что Евросоюз это уже, ну, хотим мы того и не хотим, это уже более единое, более спаянное сообщество. Давайте послушаем мнение и экономического взрывателя ДВ Андрея Гуркова, который сейчас на прямой связи, он находится в Германии. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. У нас тут спор, зашел кто кого кормит, такой интересной, ну, интересная дискуссия, по крайней мере, разворачивается. Я всегда думал, что тащит Германия в основном, может быть, несколько там, Франция, все периферийные страны. Но, оказывается, вот Василий думает несколько иначе. Он считает, что в основном периферийные страны тащат Европейский Союз и экономику. Что у вас происходит на самом деле, и чему научил европейцев этот кризис 2008 года? Ну, по поводу того, кто кого кормит, это любимая дискуссия популистских партий, прежде всего. Причем она особенно разгорается и на севере Европы, и на юге Европы в период предвыборной кампании. По большому счету, это взаимовыгодная договоренность, если хотите. Потому что, с одной стороны, выигрывают южные страны Европы от евро, потому что они получили твердую валюту и низкие процентные ставки. Понимаете, ведь то, что сейчас мы имеем, это детская болезнь, неумение обращаться с низкими процентами. То, чего никогда в Южной Европе не было. И с твердой валютой тоже. Да, да, совершенно верно. И было ощущение, что, ну, такие дешевые кредиты, естественно, вернем. Да, и попали в долговую зависимость. С другой стороны, Германия, получив большое европространство, естественно, увеличила свой экспорт на тот же юг Европы, куда она определенные товары, ну, например, дорогие автомобили, не могла экспортировать, потому что там не было просто соответствующей покупательной способности. То есть, мы немножко уйдем от темы, если начнем подсчитывать, кто как, от чего выиграл. Во всяком случае, есть, например, пример того, что Германия от того, что сейчас кризис, выигрывает, потому что она может заимствовать деньги по куда меньшим процентам, чем раньше. То есть, в этом смысле Германия, с одной стороны, предоставляет деньги в виде кредитов, бедствующим или погрязшим в долгах странах. С другой стороны, она получает возможность рефинансироваться по крайне выгодным условиям, и это на годы вперед. Что касается кризиса, собственно, этой темы, Лимон Бразерс, какой вывод, главный вывод? Мне кажется, что главный вывод экономический, потому что есть и политический. Политический, а то, что решение проблем надо поднимать с уровня большой восьмерки на большую двадцатку, что, собственно, и произошло. Главный экономический или политикоэкономический состоит в том, что лидеры европейских государств осознали, что они находятся в фатальной зависимости от банковского сектора, от системообразующих банков. То есть, избиратель легитимирует правительство той или иной страны путем выборов проводить ту или иную экономическую политику, а потом закачавшийся системообразующий банк полностью перечеркивает договоренность избирателя с правительством, потому что правительству приходится срочно тушить возникший пожар. Поэтому, мне кажется, ключевой вопрос, которым европейцы занимаются, еще будут некоторое время заниматься, в частности, в следующем году, когда будет в основах своих создаваться Европейский банковский союз, занимаются решением проблемы. Как сделать так, чтобы закачавшийся системообразующий банк не требовал и не мог шантажировать общество, чтобы его спасали за деньги налогоплательщиков. Сейчас, к пятилетию Лиманов, у нас такого механизма инструментария нет. К десятилетию, я думаю, будет. Ну и совершенно другое получило разрешение и долговая проблема. То есть, отношение, если посмотреть на сотрудничество Германии с Кипром, Германии, Греции, вот отношение именно к долговой проблеме совершенно другое. Да, потому что, по сути дела, кризис показал, и тот кредитный паралич, который возник, показал, что государство с высокой долговой нагрузкой находится практически в заложниках у финансовых рынков. Причем тут сейчас без какой-то оценочной. В какой-то момент финансовые рынки могут не захотеть одалживать деньги Греции, Италии, Испании, Франции, а может быть и Германии. Ну, я говорю о Европе, понимаете? И если у вас очень высокие долги, да, там, вроде бы норма в Евросоюз 60, это ее мало кто сейчас выдерживает, но если у вас 100, 120, 160, как в Греции, то опасность, что рынок не захочет давать вам деньги, очень велика. У нас еще есть вопрос к вам, Андрей, просто времени очень мало. Андрей, да, вопрос такой вот. Вы знаете, за последние буквально два года государственный долг Германии и Франции резко вырос. И он, конечно, уже выше допустимого Евросоюзом и Еврозоной норматива. Как вы думаете, не миляетесь ли это проявлением вот этой вот чисто южной болезни, которую вы так описали? Так интересно. Это, есть некое грехопадение, за которое, кстати говоря, сейчас обвиняются, ну, та же Ангела Меркель, своего предшественника Герхарда Шрёдера, потому что это произошло при нем, когда и Германия, и Франция нарушили придуманные ими же самими ограничители и начали увеличивать долг. В цифрах я могу сказать, у Германии примерно 82% ВВП, это данный по 2012 год, норма 60%. Во Франции в следующем году будет 95%. Понятно. Это, конечно, нарушение действующих правил. В этом смысле и Германия, и Франция должны подать пример. Германия старается или будет стараться подать пример. В Франции пока есть проблема, поэтому многие говорят, что вот кризис по-настоящему будет пройден, когда некий, некий период болезни проболеет Франция. Спасибо. Это был экономический образователь Дочевы, Андрей Гурков. Мы встретимся через несколько минут. Пять лет мировому финансовому кризису, уроки и прогнозы. Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев у нас в студии. и руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Хлаташов. Но про США, Европу понятно. Теперь про Россию. Про матушку Россию. Что у нас? Сейчас на самом деле мы подошли... Я ведь не случайно сначала задал вам вопрос, почему страдают невиновные. Я считаю, что мы невиновные в этом финансовом кризисе. А сейчас получается так, что мы страдаем еще больше. А почему это внутренние какие-то у нас есть проблемы? Политические, прежде всего, экономические. Что вы по этому поводу можете мне сказать? Ну, я полагаю, что Россия виновата в том, что она подчиняется правилам Вашингтонского консенсуса. Она, да, она... Она вступила в Всемирную торговую организацию, она сдала своих потенциальных партнеров на ассоциацию с Европейским Союзом, да, вот их экономики будут ассоциированы с ЕС. И это не думаю, что будет хорошо. Я имею в виду Украину, я имею в виду Молдову, я имею в виду Армению, я имею в виду Грузию. А что вы ведь под словом сдала? Вот просто интересно. Ну, я имею в виду в том, что Россия вступила во Всемирную торговую организацию, не предложив альтернативного проекта интеграции, то есть не сделав того, чего более всего боялись Брюсселя. Таможенный союз. Таможенный союз, который находится в границах ВТО и члены которого подчиняются правилам ВТО, это не угроза для Вашингтонского консенсуса. Ну, а теперь, собственно, что нас ожидает и к чему это все приведет? В общем-то, мы очень интегрированы, мы очень европеизированы и, в общем, мы уже можем наблюдать развитие экономического кризиса по европейскому сценарию, то есть не по американскому. И спасать, я так понимаю, нас некому. Ну, нет, спасать мы должны себя сами, нас могут только, ну, извините, только потоптать, да, только извлечь за нас счет какую-то выгоду, но спасать Россию никто не будет, никакие божественные инвесторы не придут. Ну, а что происходит? Да, первая половина 2012 года это замедление роста, потом вторая половина года практически остановка роста, первая половина года шаткое такое начало падения, рынок недвижимости замер, транспорт снижается, транспортные перевозки снижаются. Экспорт тоже начал снижаться, то есть наложилась еще и плохая конъюнктура, ну и, конечно, повышение тарифов тоже сыграло свою роль. А их заморозка? Ну, их заморозка, она, к сожалению, оказалась в первом акте дискуссии гораздо более интересной, чем по итогам этой дискуссии. То есть получается, что наша страна, в общем, она реализует экономическую политику непротивления злу, да, вы понимаете? И, конечно, в этой ситуации мы не, при таком, при таком, в общем, наборе решений мы не можем рассчитывать на то, что у нас 2014 год будет каким-то очень хорошим. Олег? Я-то думаю, что мы были, как раз не были невиновными жертвами кризиса и островком вот этой стабильности, о которой говорил Кудрин в 2008 году, когда начался кризис за океаном. И, конечно, все прекрасно помнят, как пошла вниз цена на нефть, как падал рубль, все это прекрасно помнят. И, на самом деле, история уже какая? У нас, мне кажется, разумность экономической политики, она обратно коррелирована с ценой на нефть. Вот как только цена на нефть пошла вниз, начался появляться разум какой-то в экономической политике, начались какие-то... Просыпаться. Просыпаться, да. Телодвижения старики. Ранее дремавшие отделы коры головного мозга неожиданно стали оживляться и заговорили совершенно о каких-то вещах, которых не говорили до этого, о конкуренции, об эффективности предприятий. Я боюсь, что сейчас, что мы прошли этот кризис с малыми потерями, повезло то, что падение цены на нефть продлилось недолго, да. Но, с другой стороны, это сразу же привело к возвращению экономической политики туда, где она была. Ну, то есть мы не извлекли уроков. Абсолютно уроков не извлекли. Реструктуризации никакой не произошло. И сейчас я чего боюсь, что придется по второму разу спасать те же самые организации, которые тогда спасали с помощью средств того самого налогоплодельщика. Но, может быть, не надо наступать... Опять же, я возвращаюсь к своему вопросу. Может, не надо наступать на эти же грабли? Ну, безусловно, не надо наступать на эти грабли. Но я хочу заступиться за вашингтонский консенсус, которого уже, строго говоря, нет. Да, вот мы говорим, если мы там говорим о том, что ты господствует, он уже отсутствует. Нет того вашингтонского консенсуса, который был, скажем, еще 10 лет назад. Он разрушил, да. Про ВТО хочу сказать. Да, вот Россия в этом году председатель 20-ки. До 2011 года Россия была единственной стороной 20-ки, которая не была членом ВТО. Скажите, пожалуйста, как мы могли вообще возглавлять клуб, сегодня наиболее репрезентативный и уважаемый клуб держав мировых, не являясь членом одновременно клуба, обсуждающего условия, как торговать в мире. Для тех, кому не нравится ВТО, я настоятельно рекомендую изучить список стран, которые не входят в ВТО. Мне кажется, что это плохая компания для нашей страны. И гораздо рациональнее, с моей точки зрения, быть внутри ВТО и влиять на правила этой организации, нежели чем сидеть где-то в своем, запершись за стенами-границами, железным занавесом, и играть вот в эту игру, что мы умнее всех, мы не можем конкурировать вместе с другими. Потому что мы слабые, глупые, и мы вообще говоря, не конкурентоспособны, Россия конкурентоспособна. Олег, ВТО надо разрушать, я думаю, это не необходимость. Это новое предложение, рациональное. ВТО надо разрушать, и я думаю, что ВТО недовольны очень многие, и если сейчас есть какие-то страны, условно, отщепенцы, то список тех, кто не будет входить в ВТО через, скажем, 5-7 лет, он будет, я думаю, достаточно большим, и эти страны будут формулировать совершенно новые иные правила торговли. Я не готов спорить на съедание галстука, но какие-нибудь разумные споры я на этот счет готов заключать. Кто будет жить и через 5, и через 10 лет? Ну, я с вами совершенно согласен по поводу того, что Россия, конечно, полностью упустила ту возможность, которую нам кризис подарил в 2010-2011, даже 2012 году, когда у нас речи о модернизации заменили саму модернизацию. Это, конечно, факты, да, то есть вот эта самая пятилетка за 3 года, когда у нас 3 года говорили, они не действовали, она, конечно, привела к... Несмотря на все эти переговоры, 18 лет, вот сейчас мы понимаем, что что с ним делать, да, даже нет специалистов, грамотных специалистов, которые могли бы управлять. Вот это как раз моя боль, на самом деле, потому что ни в одном из вузов страны, я уверен, нет кафедры, которая готовила бы специалистов на современном уровне, которые готовы были бы сегодня вот садиться за стол и обсуждать с иностранными партнерами. И бизнес, на самом деле, этим не озаботился, что с моей точки зрения странно. Хотя, вы знаете, я пару лет назад был на Алтае и общался там с обычным фермером, не каким-то крупным, обычным фермером. И знаете, что он мне сказал? Мы с ним сидели, разговаривали за кружкой пива, и в какой-то момент он просто сказал, вот я что-то спросил его про ВТО, он говорит, а ВТО это все просто, я же все посчитал. Он уже все посчитал, он изучил, не нужно никого оповещать. Если человек хозяин своего дела, хозяин вот своего бизнеса, и он понимает, что это его непосредственно интерес, он сам все посчитает. Он же посчитал, как поменять пассивные площади между культурами. Просто чтобы, это я еще раз повторяю, это не олигарх. Ну, теперь есть пример Украины, где едят бельгийское сало и говорят, что, в общем, лучше, ну, то есть, свои свои сети. Ну, там практически уже нет того сельского хозяйства, которое было раньше. Ну, это результат ВТО, и это результат, как кажется, сближения с Евросоюзом. Я просто думаю, что ваш алтайский фермер, это один на миллион. Ну, почему вы так думаете? Что вы считаете, собственных соотечественников идиотами или людьми, не умеющими считать? Я считаю, что мы просто не готовы. Если он умеет считать, то остальные вряд ли. Ну, значит, они завтра не будут бизнесменами, они завтра будут кем-то еще. Но бизнесменами они перестанут быть, потому что бизнесмен это тот, кто смотрит в завтрашний и даже послезавтрашний день. Тот, кто считает, тот, кому жалко своих денег и денег тех инвесторов, которые ему доверены. Ну, хорошо, вот кто выиграет от ВТО? В смысле, кто выиграет? Кто в России выиграет от ВТО? Кто вот правильно посчитал? В России есть целый ряд секторов, которые выиграют от ВТО. Это металлургия, это химическая промышленность. И в России выиграет от ВТО потребитель, вы меня извините, да, потому что ВТО это не для корпорации. ВТО это для нас потребители, чтобы мы имели возможность... Подождите, Олег, потребитель, который лишится рабочего места, в связи с тем, что будет закроть свое предприятие. То, что мы видим, вот у нас есть модель, украинская модель. Мы знаем, что нас ожидает. Мы знаем. Мы не знаем, что нас ожидает. Ну как? Знаем, к сожалению. Вы говорите о том, что... Значит, открывайте вообще-то, что нас ожидает. Мы же должны это все прочитать. Значит, должен создаться новый, более эффективный бизнес, на том месте плохого бизнеса, который вот ровно то, что мы говорили. Ну как он создастся? Как он создастся? Уже созданы мощности, уже есть сильные промышленные корпорации. Они просто займут рынок и все, и никто ничего не создаст. А кто будет работать на этих корпорациях? Ну если наши не смогут организовывать этот бизнес, будет организовывать зарубежный бизнес. Все правильно. Я с чего в этом не вижу. Здесь он не будет организовывать. В условиях сжатия мирового спроса он будет просто сбывать здесь товарные излишки. Так что, конечно, они выиграют. Слушайте, мы это увидим на примере Украины, если они в ноябре подпишут и станут ассоциированными членами. Придет Европа. Там же очень плохая ситуация. Но ситуация там реально плохая. Да, я там был совсем недавно. Это гораздо хуже стало, чем было раньше. Сельского хозяйства вообще нет. Поля пустые. А если и есть, то это в основном европейцы, как ни странно. Вы знаете, вот Олег сказал, что нет ваштонского консенсуса. На самом деле, его вот такая своеобразная формула, она в Европе действует. И она звучит примерно так. Зачем вам промышленность? Мы продадим. У нас есть промышленность, мы продадим вам товары. Зачем вам сельское хозяйство? У нас есть сельское хозяйство. Если мы посмотрим на Прибалтику, на Украину, мы увидим, что, в общем, эта формула, она в действии приводит довольно-таки к сокрушительным результатам. Но та же рабочая сила, я так понимаю, что... И кто Китай говорит? В Китае есть промышленность. Ну, в данном случае... Ну, и в Китае есть промышленность. Но мы не пошли по китайскому пути. Страны Южной Еврозоны, например, их давят магрибскими фруктами и так далее. Олег, вы не согласны? Я хочу сказать, что мы живем в Российской Федерации. Слава Богу, что мы не живем в Китае. Потому что я не хочу обижать моих многочисленных китайских друзей, но слава Богу, что Россия это все-таки европейская страна с европейской культурой. Она должна развиваться, как мне кажется, в рамках европейской цивилизации. И двигаться в том числе и к той же самой ассоциации с Евросоюзом, двигаться к этому рынку. Подтягивать свое предприятие до тех конкурентных стандартов, которые там приняты, а не отгораживаться от них. Учиться бизнесу там, где мы этого не умеем, и наоборот, учить других тому, что мы умеем лучше, чем они. По большому счету, я так понимаю, что уроки и прогнозы кризиса 2008 года нам нужно будет извлекать в будущем. Мы еще не готовы. Вообще не готовы. Это была программа «Абсурды». Спасибо вам за то, что вы пришли. До встречи. До встречи. Спасибо.